Генеральный партнер программы Головные новости Болховский завод полупроводниковых приборов. Здравствуйте! О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. Точки продаж лесных красавиц. Замечательно, когда ты несешь счастье людям, детям особенно. Экзамен для Деда Мороза и Снегурочки. Лучшую пару главных героев новогоднего праздника выбрали в Институте культуры. В Орловскую область прибыла делегация Республики Словения. На железнодорожном вокзале гостей встречал губернатор Вадим Потомский. О восстановлении и укреплении бизнес-контактов шла речь во время встречи главы области и представителей делегации в администрации региона. Обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Периодически проводим встречи и в Словении, и в России. Нам очень приятно, что нашим местом очередной встречи является Орел. И самое главное, что это не просто выездное заседание где-то, а это предметный разговор о очень, я думаю, достойных, крупных проектах, которые мы, как деловой совет, естественно, будем поддерживать. Есть проект, который я считаю более такой, знаете, не то что более, один из этих грандиозных проектов, которые мы сейчас рассматриваем, это строительство обувной фабрики. На сегодняшний день в Российской Федерации, к сожалению, все обуви, которые у нас есть, только 5% производится внутри всей Российской Федерации. То есть это наш рынок. Все остальное у нас привозное Китай и Беларусь. И может быть много разговоров на предмет того, что в чем рентабельность. Если для Беларуси это производство рентабельно, то я думаю, для Российской Федерации это будет не менее рентабельно, тем более, что потребители внутреннего гораздо больше, чем Беларусь. Если мы белорусское покупаем, почему бы нам не производить свое? Я убежден, что когда мы договоримся, я просто убежден, что мы этот проект реализуем, потому что я считаю его самым основным проектом, он очень емкий по трудовому коллективу, там 3200 человек в зоне производства работы. Для нас это очень важно. Это занятость населения, это рабочие места. Перспективы сотрудничества Орловщины и Республики Словения обсуждались в рамках заседания делового совета. В администрации региона состоялась бизнес-конференция с участием деловых кругов. Наталья Пехтерева далее с подробностями. Россия и Словения договорились поддерживать дружбу. Этот заголовок в статье одного из федеральных СМИ как отражение текущей ситуации. Летом президент Владимир Путин посетил республику. Главы государств тогда обсудили ряд важных экономических и политических вопросов. Стороны условились находить новые пути для развития отношений. О том, что дружественные деловые и экономические связи России и Словении будут крепнуть, говорили в Орловском регионе. Нам очень приятно, что очередное заседание проходит в Орле, подчеркнул Эдуард Вайна, председатель делового совета по сотрудничеству со Словенией. Не просто так приехали сюда, и деловой совет хочет поддержать те начинания славянских наших партнеров, которые направлены на реализацию ряда очень крупных проектов. Мы с благодарностью, Вадим Владимирович, относимся к вашим инициативам, потому что надеемся, что с вашей поддержкой, с вашим участием и с участием делового совета, и самое главное, с участием наших славянских партнеров, мы сможем реализовать намеченное. Позвольте поприветствовать вас на великой Орловской земле, для нас это очень почетно. Поверьте, мы к вашему приезду очень готовились. Была проделана первоначальная, но уже достаточно серьезная работа. Специалисты с обоих сторон фактически в ежесуточном, постоянном режиме, 2-4 часа в сутки они работают для согласования необходимых документов, для подписания технической документации, для составления финансовой модели. Потому что мы об этом широко не говорили, а на территории, потому что ждали вашего приезда. Как бы подтвердить абсолютную серьезность наших намерений, учитывая то, что те проекты, которые сегодня рассматриваются, и те проекты, которые мы будем, приложим все возможные и невозможные усилия, чтобы их реализовать на территории Орловской области, были осуществимы. Ответный визит запланирован. Председатель делового совета по сотрудничеству с Россией Янос Шкрабец пригласил губернатора Вадима Потомского в Словению, чтобы предметно обсудить проекты. Российская федерация – очень важный партнер, один из самых больших вне ЕС. Столица – это город Лубляна, который имеет очень много общества с Орлом, тоже 300 тысяч населения. И у нас мир почти так активный, как вы, господин губернатор. И поэтому, конечно, я вас приглашаю от имена нашего руководства, от имена нашего мира и от имена вашего посла до Куга Пуровича за Гаева, чтобы Орел после этих, после февральских этих больших событий, уже в марте, имел тоже такую встречу, такую презентацию, чтобы способствовать мир Орел и у нас в Словении. И, конечно, я надеюсь, что там мы подпишем, что вы будете тоже членом нашего совета. Основные направления двустороннего сотрудничества определены. В Орловской области планируется строительство нескольких предприятий, в частности, мясокомбината, кожевиного завода, обувной фабрики и завода по глубокой переработке зерна. Стороны скрепили подписями соглашения. С Богом, блядь! Отвечая на вопросы журналиста Вадим Потомский, Эдуард Вайна и Янец, Шкрабец были солидарны в одном. Процесс перехода от слов к делу долгим не будет. Перспективы развития взаимоотношений блестящие. Мы сейчас успели пообщаться с участниками процесса, скажем так, да, это с высокой квалификацией, а самое главное с желанием и с энергией работать. Это очень важно. Мы не будем долго, надеюсь, прорабатывать, а приступим к реальной реализации проектов. Вы их скоро должны увидеть. Самый главный показатель того, что славянская сторона обратила внимание на Орловскую область и предварительно сделала выводы не сейчас, а достаточно давно, где-то примерно полгода назад, изучив потенциал Орловской области, ее землю, наши возможности, наш профессиональный потенциал, наш интеллектуальный потенциал, наши возможности по людям, которые будут работать на этих производствах, потому что это крупные, достаточно крупные проекты в масштабах Орловской области. Я говорю, только одна обувная фабрика, это 3200 рабочих мест. Объема такого по количеству людей, которые будут заняты в производстве, у нас не так много таких предприятий. Можно сказать, они единичные, эти предприятия. Это, наверное, будет выходить в первые строчки. При этом мы должны понимать, что эти предприятия будут достаточно с высоким уровнем заработной платы. Для нас это налоговые поступления, очень серьезные. Очень плотно работает и наша межправокомиссия, которую возглавляет наш министр и господин Никифоров. И, конечно, это дает большой толчок нашим экономическим отношениям, в том числе и проектам, которые мы будем иметь у вас, господин губернатор. Наталья Пехтерева, Сергей Роднев, Олег Фомин, телеканал Первый областной. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 20 субъектах Российской Федерации. Цифры были озвучены на видеоселекторном совещании с регионами 15 декабря, сообщают федеральные СМИ. В России, по данным Роспотребнадзора, началась эпидемия. Эпидемия в Орловской области не превышен. Поэтому этому во многом способствовали предпринятые меры. Напомним, с начала минувшей недели в школах Орла был объявлен карантин. За счет бюджета всех уровней привито свыше 270 тысяч человек, или почти 40% населения региона. Кстати, по официальным данным, ни одного заболевшего из числа привитых нет. Все меры профилактики сейчас особенно необходимы, говорят медики. В регионе есть все необходимое. Во-первых, разработана маршрутизация всех контингентов населения в случае заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Есть необходимые лаборатории, которые диагносируют все-таки грипп. Это не грипп. И это очень важно, потому что если не диагностировать, не проводить диагностику, то лечение будет назначаться вслепую. Партнер программы «Главные новости» «Цирк Триумф». 24 декабря по 8 января «Цирк Триумф» приглашает на грандиозное представление в «Гринсен». Купи билет и получи шанс выиграть «Ски-Орео». Ремонт детского сада номер 4 обещали закончить неделю назад. Но двери для маленьких орловчан так и не открыли. Показать, как ведутся работы в учреждении, отказались и наши съемочные группы. Ксения Туркова узнала, в чем причина и успеет ли сдать объект в этом году. Работы велись урывками. Все сделано было, фасадная часть была сделана к августу, все остальное было брошено. Капитальный ремонт этого дома орловчане наблюдали воочию. Объект на самом виду – улица Ленина. За него подрядчик взялся еще в августе. Делать фасадные работы в зиму – это, конечно, полный идиотизм. Но мы имеем какие-то обязательства перед фондом. И в период подготовки к празднованию 450 лет Орла на два месяца нам были запрещены работы фасадные на этом доме. Из лета работа перекочевала в зиму. Затянули, уверяет подрядчик, не по своей воле. Приблизительно в этом месте произошел излом канализации, излом трубы. В результате канализация работала отвратительно и детский сад постоянно заливала фекалиями. На сегодняшний день эти работы произведены, труба заменена. Проблем с канализацией, надеюсь, у детского сада больше не будет. Такой подход к делу уже не раз подвергался критике городских властей. Ведь все это время сроки завершения работ звучали разные. Дом Ленина 24-26, там на 20% выполнены работы. Срок завершения работ 30 ноября. Вот это обещание, они, честно говоря, они мне уже порядком надоели. Давайте 31 декабря сделаем людям подарок. Они нам предложение сделают. Сначала начали с тепловых узлов, с отопления, перешли к крышам и будем делать мои дороги и крыши всю зиму. На рабочем совещании во вторник вопрос капитального ремонта здания на улице Ленина был поднят вновь. Металл уже заказан и уже привезут его сегодня в 11.00 с краном. Остат, достаточную часть, на 50% крыши оставшейся. И сегодня к вечеру вся крыша уже будет покрыта металлом полностью. Так работать нельзя. Понимаете, у нас город очень хороший, известный и в мире, и в России. Это, понимаете, безнравственно так работать. Совершенно справедливое замечание. Мы здесь каждую неделю от вас слышим завтраки. Поэтому, если так будет дальше продолжаться, мы вынуждены будем принимать какие-то меры. Тема осталась актуальной и по сей день. По причине незавершенного ремонта здания в декабре пришлось закрыть детский сад номер 4. Когда сети были заменены и заработал новый насос, чтобы дом перестал быть полухолодным, транзитные трубы, находящиеся под детским садом, просто-напросто не выдержали. И по закону подлости рванули, когда не было детей, когда не было людей. И двое суток детский сад просто-напросто запаривался. Было принято решение, скажем так, заменить вот эти трубы отопления. Что было поручено сделать нам? Потому что ни у города, ни у управления образования денег на это не было. Ремонт мы произвели. Обошелся он так скромно в 300 тысяч рублей. Показать проделанную работу нашей съемочной группе в детском саду наотрез отказались. Однако представителям власти продемонстрировать труд все же придется. Приемку сада перед открытием проведет специальная комиссия. Его, по словам подрядчика, орловчане дождутся в уходящем году. Я думаю, что понедельник – это крайний срок, когда дети заедут. Самая главная проблема, которая есть сейчас у детского сада и которую однозначно придется решать властям города – это отсутствие вентиляции. Если эту проблему сейчас не решить, ну максимум год, что этот детский сад простоит. А потом придется опять за счет кого-либо делать капитальный ремонт. В Орле появился новый вид мошенничества. На улице к людям подходят якобы сотрудники банка и предлагают открыть счет с немедленным получением процентов. За один только день эфиристы обманули трех женщин на 130 тысяч рублей. Мошенники играют на алчности. Открываешь счет и сразу получаешь 30-процентную прибыль. Помогают им сообщники, которые делают вклад и на глазах потенциальной жертвы выдают полагающиеся проценты. Орловчанка поверила незнакомцам и передала все свои сбережения 60 тысяч рублей. После этого злоумышленники ушли и больше женщина не видела. Аналогичным способом обманули жительницу Мценского района. Пенсионерка под предлогом открытия вклада в банке передала злоумышленникам также 60 тысяч рублей. А 80-летняя жительница заводского района города Орла стала жертвой лжегазовиков. К ней в квартиру под предлогом проверки газового оборудования пришли две незнакомые женщины. После визита пенсионерка обнаружила пропажу – 10 тысяч рублей. По данным фактам ведутся следственные действия. В России на 100 тысяч жителей фиксируется 19 смертельных случаев на дороге. Это в два раза выше, чем в Европе, где этот показатель составляет 9,3. По сравнению с предыдущими годами в нашей стране водители легковых автомобилей гибнут в авариях чаще, чем пешеходы. Новый тренд появился в профилактической работе орловских стражей дорог. Олег Рудаков подробнее. Встречи такого формата с молодыми водителями родились в Германии. Краш-курсы, проводимые в странах Европы, дошли и до России. Шокирующие кадры дорожных аварий, откровения жертв и тех, кто ежедневно сталкивается с автотрагедиями, студентам Орловского института транспорта показали и рассказали, к чему приводит беспечность на дорогах. С этим курсом мы хотели бы заострить внимание на основных проблемах безопасности и показать вот эту неприкрытую, ничем страшную картину дорожно-транспортных происшествий, чтобы каждый раз, садясь за руль своего автомобиля, либо в качестве водителя, или садясь в автомобиль в качестве пассажира, каждый из них помнил, к чему эта поездка может привести. Все спикеры курса, это были помимо сотрудников ГИБДД, еще и спасатели, медики и психологи, за какой-то час без обиняков буквально обрушили на слушателей разнообразную информацию. Чтобы не быть голословными, они рассказали о своих самых ярких впечатлениях, связанных с работой на местах трагедии. Ситуация началась в следующем. Ребенок был на проезжую часть, и автомобиль весом более трех тонн, грузовой, просто однопросто переехал. На проезжей части находились фрагменты тела данного ребенка. Оно было изображено, ребенок был одет, как он сейчас, голубенькие шорты и светлые зеленые полки. И все это подкреплено незаретушированными кадрами с места аварии. Зрелище не для слабонервных. Новости об авариях, в которых погибли люди, появляются сплошь и рядом. И внимание привлекает уже не каждая из них. И по сути они все разные. Вот только объединяет их одно единственное – финал. По словам тех, кто прослушал краш-курс, этот час для них пролетел как пять минут. Но то, что они услышали, заставило их по-другому посмотреть на ДТП и ПДД. Типа «из того черного мешка увидел жизнь», заметил кто-то. Мне очень понравилась фраза, что правила дорожного движения написаны чужой крови. И они не должны написаны добавить нашу кровь. Подобные курсы планируется проводить во всех вузах города, не станут исключением и автошколы. Олег Рудаков, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной. В конференц-зале Орловского университета экономики и торговли прошел интернациональный молодежный форум «Любить, дружить и уважать друг друга». Сергей Буковский расскажет, что для участников форума значил призыв из его названия. Если будем держаться друг друга, будем сплоченными, то выживем, победим и вернемся на базу. Это слова подполковника, прошедшего не одну горячую точку, командира роты разведки. Так, на войне он обращался к своим бойцам, парням разных национальностей. И такое же обращение уместно и здесь, уже как что-то фигуральное и обобщающее. На интернационально-молодежном форуме «Любить, дружить и уважать друг друга». В моем присутствии корреспондент увидел гастарпакера одного и задал ему вопрос. Очень простой, казалось бы, вопрос. Корреспондент спросил, а что вы будете делать, если сейчас начнется война? Он сразу же ответил, я возьму автомат и пойду воевать. И корреспондент спросил, как же так, вы же с другой страны, с другой государства. Он говорит, государства-то у нас разные, а родина у нас одна. Форум прошел в Университете экономики и торговли и был организован администрацией вуза, областной общественной палатой и региональным отделением Российского детского фонда. Тема наша – любить, дружить и уважать друг друга. Но это не только любовь мужа к жене, молодого человека, это прежде всего любовь к родине. Мы говорим сегодня о патриотизме. Кстати, про любовь мужа к жене – это не оговорка. На собрании вспомнили и про семьи, которые создают студенты и выпускники университета. А ведь среди них много иностранцев. Их и позвали на форум, чтобы специально рассказали о своем патриотизме. Поэтому в программе были даже подготовлены иностранцами видеопрезентации их стран, культурные, исторические справки и, конечно же, предложение ехать в гости. В Кодивуаре вы можете посетить много честных пляжей, национальные парки, музеи. Кодивуаре являетесь чемпионом Африки по футболу. Они же рассказали о своих впечатлениях от «Орла» и от «Альма-Матер». При этом выступления не были какими-то сервильными. Ребята говорили и о сложностях, с которыми сталкивается студент-иностранец, приехавший учиться. И о том, как именно эти сложности можно решить. Поэтому выводы форума носили и прикладное значение тоже. Сергей Быковский, Сергей Руднев, телеканал «Первообластной». 9 декабря на аукционе определили места для размещения елочных базаров. Предпринимателям было предложено 29 адресов в районах города. Востребованными оказались 19 из них. На улице Комсомольской, Карачевской, Хмиталургов, на Новгорском шоссе. С полным списком адресов вы можете ознакомиться на сайте администрации города «Орла». Свободные места все еще можно занять. Работать елочные базары начнут с 20 декабря. Цена живых сосен и ели составит от 400 рублей за метр. Где живет главный русский Дед Мороз, знают все в Великом Устюге. А вот орловские новогодние волшебники выходят из стен Института культуры. Там они обучаются. Но чтобы стать лучшим, нужно преодолеть серьезные испытания. Как работает корпорация Дедов Морозов, выясняла Анна Маричева. Кто сказал, что взрослые не верят в сказки? Они, как и дети, всегда мечтают о чуде. Например, о таком, которое произошло в Орловском государственном институте культуры. Перед зрителями стала непростая задача. Нужно было выбрать лучших Деда Мороза и Снегурочку, чтобы они отправились на ответственное задание. Дарить радость орловчанам. Корпорация Деда Морозов происходит у нас впервые в этом году. Решили сделать небольшой предновогодний праздник, который подарили мы детям, взрослым. Потому что в жизни взрослых также не хватает места, иногда чуда, волшебства. Пять волшебных пар дефилировали перед жюри. Демонстрировали свои таланты, смекалку и сообразительность. А почему здесь все сидят? Это что, Госдума? И почему там так много людей здесь? Они что, цыгане? Ты что, намекаешь, что это цыганская Госдума? Да нет же! К слову, талантливые и сообразительные морозные пары обитают не только в Институте культуры. На конкурсе представитель и аграрного университета, и опорного вуза. Мне очень нравятся чудеса. Я в образе Снегурки захотела их исполнить для всех остальных. Это замечательно, когда ты несешь счастье людям, детям особенно. Им же интересно поиграть, чтобы они не теряли веру в сказку. В жизни каждого человека должно быть место чуду. И сегодня это чудо мы привнесем в жизнь. Смысл всех таких мероприятий и праздников – это дарить радость детям и добро. Подобный конкурс проводился еще несколько лет назад. Тогда он был в рамках только одного института. Теперь же границы расширились до Межвузовского. Этот конкурс – дипломный проект одной из участниц – Марии Кумекиной. Одна из задач стояла – это передать русские традиции празднования Нового года. Из-за этого у нас в самом начале были ростовые куклы, именно русские персонажи. Корпорация Дедов Морозов выполнила свою главную задачу. Позволила орловчанам снова окунуться в старую добрую сказку. Ту, которая окутывала каждого взрослого, когда он в детстве, в новогоднюю ночь, с нетерпением ждал прихода главного волшебника. Анна Маричева, Олег Фомин, телеканал «Первый областной». На этом все. О важном и интересном сообщайте нам по телефону 76 10 28 и 508 0 88. Это телефон нашей горячей линии. Также пишите на наш сайт obladin.ru. Я прощаюсь с вами. До встречи. Развлекательный комплекс Болховского завода полупроводниковых приборов приглашает провести предновогодние и новогодние корпоративные вечера. Зал торжеств на 300 мест. Изумрудный зал на 100 мест. Египетский зал на 50 мест. ВИАПИ-кабинеты. Домашняя кухня. Оригинальные блюда. Выпечка собственного производства. Погребок купцов голубиных с баней и бильярдом. Насладись в полной мере атмосферы праздника. Город Болхов. Улица Ленина. Дом 18. Звоните 8 953 819 19 19. Мы. Сеть супермаркетов порядок. И мы не стоим на месте. Мы постоянно расширяем свои горизонты, открывая для вас новые магазины по всей России. Расширяем свой ассортимент, чтобы вы могли найти все в одном месте. И самое главное. Мы всегда делаем для вас цены доступными. Сеть супермаркетов порядок. Сравните наши цены. Натяжные потолки от компании «Профильком». Тургенева 16. Телефон 780978. Художественная мастерская. Дорого покупает изделия из янтаря. Площадь мира 3. Дом быта. Первый этаж. Офис 93. Телефон 5079-59. Как бы вы ни старались, вы не сможете стать маленькими. А наши цены могут. Могут. Кукла Барби со скидкой до 30%. Дучки-сыночки. Орловский городской центр культуры приглашает на новогодние музыкальные представления. Волшебник изумрудного города и чудеса Деда Мороза. Телефон 72-35-76. Цена билета 250 рублей. Новогодний елочный базар. Огромный выбор елок и сосен. Молдавская 23 и улица 5 августа. Звоните 48-63-87. Только с 15 по 18 декабря во дворце железнодорожников «Каменная сказка». Сенсация, сенсация. Динозавры теперь в Орле. Экспозиция приведет в восторг не только маленьких посетителей, но и их родителей. Ждем вас. ТМК «Грин. Первый этаж». Новый магазин «Секонд-хенд-сток» по карману с 15 по 30 декабря дарит своим покупателям скидку 50% на весь товар. Ждем всех по адресу. Город Орел. Улица Гагарина. Дом 23. Первый этаж. Тойцы Вятичи. Рождественское шоу животных, танцы с собаками, контактная зона, лечебных кошек ждут вас 24 и 25 декабря в ТМК «Грин. Крамское шоссе» 4. «Каменная сказка». Ювелирная выставка-продажа с 15 по 18 декабря. Подпишитесь на газету «Орловская правда» и получите супер-приз. Тур-путевку в Санкт-Петербург от туристической компании «Жемчужина», а также другие призы. Желаю удачи «Орловской правде» и процветания. 24 декабря в 14 часов в торговом центре «Малиновая вода» состоится традиционная акция среди подписчиков «Орловской правды». Для участия пришлите копию подписного абонемента в редакцию и приходите на акцию. Желаем удачи. Санаторий «Лесной» проводит акцию. Спешите приобрести путевку на 12 дней. Всего за 15 600 рублей. Телефон 33 00 32. Здравствуйте! Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. Узнаем, какая погода ждет нас 16 декабря. Синоптики обещают настоящую холодную зиму. Температура немного выше климатической нормы для этого периода. Далее более подробный прогноз. Генеральный партнер программы – сеть магазинов «Профкосмо». Видеть красоту в себе, радоваться отражению. В центре красоты – «Профкосмо». Все направления бьюти в одной точке города. Тысяча квадратных метров на пользу вашей красоте. «Профкосмо». Тургенева, 37. И вернемся к подробному прогнозу. В Амцинске столбики термометра покажут днем минус 15. Облачно, но без осадков. Ночью мороз до минус 15. В Ленок также пасмурно, небольшой снег. Днем температура воздуха днем до минус 13. Ночью – минус 19. В Волхове пасмурно и временами снег 14 с минусом. К ночи похолодает до минус 13. В Орле пасмурно осадков не ожидается. Днем колебания температуры составит от минус 12 до минус 14. Ночью – минус 16. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба, что значительно превышает показатели нормы. Таков прогноз погоды на пятницу. Оставайтесь с нами на Первом областном. Наши партнеры – ювелирная сеть «Золотой Орел». На все украшения действует скидка до 35%. Цирк «Триумф» с новой программой «Карнавал животных». Православный магазин «Провода» – «Орел Горького, 39». Одежда ведущей предоставлена салоном женской одежды «Папилио». Всего вам доброго и хорошего настроения. Увидимся! Видеть красоту в себе, радоваться отражению, быть в центре внимания. В центре красоты «Провкосмо». Все направления бьюти в одной точке города. Визажный зал, парикмахерский салон, кабинет шугаринга, косметология, магазин косметики и фирменных товаров, студия обучения, место, где работают профессионалы. Целая тысяча квадратных метров на пользу красоте. Центр красоты «Провкосмо». Тургенева, 37. Ювелирная сеть «Золотой Орел» представляет известные российские бренды. На все ювелирные украшения действуют скидки до 35%. При покупке на сумму более 7 тысяч рублей – ценные подарки. 24 декабря по 8 января «Цирк Триумф» приглашает на грандиозное представление в «Гринцентр». Купи билет и получи шанс выиграть в «Гринцентр». Приглашаем вас посетить православный магазин «Провода», расположенный в районе городского парка по адресу Горького, 39. Широкий ассортимент товаров для церемоний и обрядов, православная литература и многое другое. Вырученные средства идут на строительство храма Срединья Господня в поселке Вятский Посад Орловского района. Субтитры создавал DimaTorzok